Добрый вечер, если вы смотрите этот обзор вечером. Ну да, пятый обзор за день, у Димы уже язык на плече. Ну потому что мы очень удачно провели обзор со смесителями. И новинки, и еще кое-чем много интересного насняли. И у нас последний обзор на сегодня это... Свечи. Ароматические, уточню я вам. Именно с ароматами. Друзья, мы в Нижнем Новгороде, с вами канал ProIkea. Меня зовут Просина Татьяна. За камерой Просин Дмитрий Юрьевич. Димон. Димон. Тимон и Пумба. Мы являемся действующей службой доставки в Саранске Икея. Называемся одноименно ProIkea. Уже почти 11 лет без малого, без одного месяца мы возим товары Икея в Саранск. Поэтому мы знаем про Икея очень многое и можем с вами поделиться. Так, значит, а еще знаешь, что забыла сказать? Давно я про это не говорила. Для наших клиентов, которые пользуются услугами нашей службы доставки в Саранске, вы всегда можете воспользоваться нашими бесплатными консультациями. Потому что для всех остальных консультации платные. Так как свечка едет бом-бом, то ты будешь камерой. А ты голосом. Окей, погнали. Так, значит, работаем в следующем формате. Дима показывает название, артикульный номер. Я... Меня провод не пускают. Не бей камеру. Я сообщаю какой-то аромат и рассказываю твои ощущения по данному закону. Начнем с этого. Так, линейка Синлик, она довольно-таки обширная. Она представлена в большом и малом размере. То есть у каждой свечки, если, например, да, вот мы говорим про красный пыль. Маленькая 69. Девять большая 129. Очень удобно, когда у вас свеча перегорает, вы можете стаканчик использовать для каких-то других целей. Икеевские свечи все представлены без фитилей. С точки зрения безопасности, они выдраны. Чтобы Икеи не спалили, вот это гады. Чтобы и не спалили, да. Свечки все восковые, имейте это в виду. И еще, когда вы подносите носик к флакончику, он ярко пахнет. Когда вы зажигаете фитилек, аромат еле-еле уловимый. Итак, погнали. Синлик, 25 часов горения вот этой данной свечки, 7,5 см, красные садовые ягоды. На самом деле аромат прям вот такой соответствует. Красные ягоды, это смородина, малина, клубника. Вот примерно такие ароматы. Есть у Икеи сильно противные свечки, а есть очень хорошо вкусно пахнущие. Значит, силик, зеленое яблоко. Нет, красные садовые ягоды. Получил пока просто нет. Циник оставили. Вот оно, зеленое яблоко и груша. Легкий-легкий аромат яблока и такого грушового лимонада. Вот она. Ну и давай будем... Ваши ощущения от запаха. Противно, непротивно, приятно, неприятно. Когда мне нравится, я просто расскажу. Химический, натуральный, хотя бы понять. Соответствует ароматика заявленному. То есть вот если яблоко, да? Легкий запах, яблоко и груша. Так, персик, тоже 129 рублей. Персик, лепесин. Вот его этикеточка, делай. Его нет на выставке. Вот персик, апельсин, ядреный. У него прям... Здесь как-то. Ну что, что заладишь? Вот эта свечка. Очень такой, знаете, как у дешевого апельсинового лимонада. Очень такой сильный ароматик. Так, дальше ванилька. А сладкая ваниль, естественный. Сюда к яблоку. Пожалуйста. Ванильного растаявшего мороженого. Запах довольно-таки приятный. Чуть стул не перевернув. Время горения большой свечи уже 40 часов. Так, вот она большая, про которую я говорила, красненькую. Запах что? Ощущения ваши? Я уже про нее говорила, про маленькую. Просто показываю большую. Наверное, смысла нет, потому что они, в принципе, одинаковые. Так, у Синлика появилась новая свечка. А, она сейчас с той стороны будет? Пойдем. Что у нас тут? Это перец. Кстати, сделаны почти все свечи в Польше. Вот эта свечка у меня в руках. А, тихо, пожалуйста. Где? Вот. А, нет, это вишня. Это свежая клубника. Значит, вот так. Ну, давайте тогда будем на баночке показывать, потому что каждый раз по этикетке, давай, боже, мне баночку давать. Запах перца, прямо перчинка. Не противный. Ой, кстати, смотри. Забыли фитиль выдрать. Али, мать. Давайте, вишня. Дайте мне баночку. Фу. А как тут вот. Прям этот запах мыла с каким-то отдалением вишни. 129 рублей. А картинка вкусная, красивая. В общем, чуй мой нос сегодня помрет. Так, это форго. Уже другие свечки, новинка, 199 рублей. У меня в руках, и у Димы сейчас в руках, лимон, клубника. Свежая клубника, как раз-то розовый. Клубника и не пахнет. Какая-то непонятная страна. Вот в пазельном чинке мы не докопаемся. Ой, кей, это ее надо. Она смешанная. То есть, ароматика загнана в одну общую массу, просто разделена по слоям. В общем, бе. А дальше кокос, цветы, зеленый, розовый. Муж, мне сегодня моральная компенсация нужна за мой нос. Он уже не дышит. В нос. Так, кокос, зеленые цветы. Тоже, да, запах таких дешевых ароматизаторов. Вот Сидлик, кстати, более ароматичная серия, более приятная серия. Так, дальше бананчик. Держи. Сейчас, секундочку, я не спиваю. Так, это у нас банан. С чем? Ну, банановое такое послевкусие есть. Ну, более-менее вот из этой серии. Ну, более сладко-притерно. Так, с этими свечками почти все. А дальше едем. Бламфот. Когда по распродаже бывает, ребят, цапайте. Очень красивые свечи, смотри. Ты покажи коробку. Смотрю. А я дальше расскажу про них. Стоит 220 рублей. В чем фишка свечей? Во-первых, очень красивый дизайн. Дальше у вас остается очень красивая шкатулка. И легкие ненавязчивые ароматы. Вот сейчас у меня в руках пион. Легкое отдаление пиона. Смотри, какая красивая потом баночка остается. 229 рублей. То есть такую свечку... Уже за такие деньги можно и сразу дают мозг откорить. Просто за баночку. Да, полу скажу. Ну, либо прогореть, если хочется. А, так. Нет, или давай вот те пройдем, потом по ряду. Эту свечку мы показывали. Это новая. Лювары. Агаровое дерево, светло-бежевое. Так, артикул артикул. Ты артикул, я нос. Вы знаешь, такое ароматика каких-то мужских духов очень приятных. И ассоциация именно с Востоком, с Турцией. Но ведь не притерные. Она, как раз, из этой коллекции. Да. То есть он полный. Из Восточной, я знаю. Очень приятная светочка. Кстати, имейте в виду, я некоторые светочки использую. Просто кладу в открытом виде в шкаф и очень хорошо освежает вещи, когда они там, ну, допустим, какие-то несезонные вещи долго хранятся. Так, это мы показывали, только маленькая. Ну, артикул хотя бы надо. Ну, давай артикул. Яблоко. Артикул, приди ко мне. Персик. Мне кажется, плохая идея была показаться артикульными ра, потому что во всех странах артикульные ра будут отличаться. Ну, в России они одинаковые. Ну, они легко находятся, они все есть на сайте. Все равно на сайт заходите, чтобы покупку сделать. Я бы список покупок составить. Если вы убьете артикульный номер Икея, он вам выдаст российский артикул или иностранный. В общем, решайте. Просто все равно таким образом мы какие-нибудь допропустим, потому что мы про эти уже говорили. Кстати, манго. Очень ароматная свечка. 169 рублей за линейки Синлик. Прямо вот манго-манго. Причем такой, знаете, как будто его куда-то в другую комнату положили, а я его нюхаю. Я просто очень люблю манго. И меня... Ну, да. Как бы запах такой удаленный немножко. Невкусно. Так. Вилд Форд. Вилд Форд. Уже отличается форма. Баночка. Тоже Польша. Они уже под 99 рублей. Девятя, а какая в руках зелененькая? Зеленая. А зеленая – это у нас утренняя роса. Ревнем пахнет. Кому бабушки пироги с ревнем пекли, вот это вот оно. Не отечественный этот. Да, роса. Да. Лесная земляника. Не... Каким-то сладким киселем овсяным. Но не земляникой. Нафокусировался? Резкий запах. Очень резкий. Это кто? Так. Это свежесть. Следующий. Ну, да. Свежим бельем постельным пахнет. Ленором пахнет. Синим. Я им хоть уже, слава богу, давно не пользуюсь, но прям... Отдушка похожая. Ой, мой, ну у вас. Муж эти стукну. За идею снимать свечки. Держи. Нужно. Цветок. Цветок. Фу. Что-то такое притерное. С какой-то горчинкой. И ужасно неприятное. Напоминает индийский такой сандал отдаленный. Что-то отдаленное. Да, я не люблю поэтому. Смотри, еще хочу что отметить. Вся линейка Синли, которая есть в больших банках, маленьких банках, представлены еще в виде вот таких таблеток. Все то же самое. Цена 169 рублей в среднем. Не важно, какой. Персиковый, ягодный, вишневый, ванильный. Все одинаково. Пишем дальше? Да. Так, новые свечки. Хопфога. Летний бирюзовый. Называется очень красивая стеклянная банка. Сейчас посмотрю, где сделаны. Это уже Китай. Банка с переливом. Легкий-легкий, ненавязчивый. Как будто парфюм какой-то такой отдаленный. Просто свежий и приятный запах. Раздражающего такого нет. Мыло. Мыло. Вот видите, у Дима мыло. Так, потом дальше специи, цветы серой из этой же линейки. Сладковатый запах. Специи особо не чувствуется. Но какая-то резкость у нас в носу есть. Я больше пуль вдыхаю. Чего-то аромат. Держи. Прям пуль вдыхает. Значит, Винтер 2020. Романтическая свечка. Дверь. 5 зимних пряностей. Сейчас пофемлю 129 рублей. Ой, прям. Имбирь. Как будто кусок мяса. Берем. Да, прям вот самый явный аромат – это имбиря. Все остальное, как последовая. Иногда фокусировка не наводится. У меня рук не хватает. Так, баламфорст. Значит, сначала серую. Смотрим, это гладиолус. Ой, так достал. Вот гладиолус и гладиолусом не пахнет. Просто легкий такой свежий аромат. Не сильно противный. Оно остаточное мыло какое-то в носу. Так, мы какой показывали? Мы пион показывали, теперь это ты показывала уже, пион. Теперь берешь вот этот перец. Да, душистый горошек. Приятный, цветочный. Несладкий. Резкости нет. Так, дальше вот такое яблоко-тыблоко. Ура! Спасибо. Ароматическая свечка «Ансброк слез». Яблоко-груша была такая же еще красная в зимней коллекции, но она вся очень-очень быстро разошлась. Кстати, очень приятно на подарки. Ну, за 149 рублей в принципе ничего не купить. Прям яблоко. Яблочный сидор такой, бродивший. Он не похож на зеленый? Нет, разные. Разные, только вы красивы. Разные. А то груши больше, здесь прям вот такой яблочный сидор. Так, бланфорс гладиолус. Смотри, бланфорс есть вот такой, а есть в виде вот таких свечей. Набор серенький. Из трех свечек будет. Вот так будет. Вот он. Ну, от этих, честно, еле-еле такой какой-то уловимый свежий запах. Вот они, друганчики. А вот следующие друганчики. Возможно, они выветвались. Вот, да. Сковырни, пожалуйста, вот снизу, чтобы не видно было. И вдохни. И сначала попробуем без сковыряния, а потом сковыряние у нас эксперимент. Может быть, это верхний слой он, наверное, выдыхается. Да, отчисляется. Да. Ну, такой, ну, свежий, такой насыщенный, свежий аромат. Так, дальше розовые. Держим. Тогда мы рекомендуем периодически их полить? Ну, да, чтобы спускать их немножко. Душистый горошек. Прям перчик. Такой хороший, свеже-намолотый перчик. Ну, прям яркий. Так, вот они. Кстати, можно вот такие вот подстречнички. Тоже очень красиво будет смотреться. Так, и еще это гласик. Так, вот она, пион. Тут фактически цвета три, но ароматика-то она одна общая. Тут вообще к пиону относятся. Короче, какой-то одной свечки не хватает. Очень такой ядреный запах, но прям пион. Но при этом не противный. Так, дальше луга. Я вся в воске, в мыле. Вот такой набор свечей. Вот так. Это пудрово-розовые красивые оттенки. Очень любят оформители. Даже на картинке пудра. Китай уже. Китайцы. Ну, что, ради бога, что такое Китай-то не производится? А я же ничего не говорю. Я говорю, Китайцы. Кроме сибирского здоровья. И там они тоже скоро будут. А, в Китае уже компания официально работает. Завод просто в России. Знаешь, запах пудры. Запах визажиста. Вот такой вот. Пудра, кисти. Вот такой запах. Это нравится женщинам запах. Пудра визажиста. Ну, не то, что нравится, но вот такое ощущение. Так, смотри. Синлик еще. Это, кстати, мы заканчиваем по ароматическим свечкам. А Синлик еще есть и вот в виде таких свечей. То есть, если вам очень нравится, хотите, чтобы у вас... Вот от таких свечей, просто когда вы их зажигаете, фитилек, ароматики больше. Они в трех только. Красные, оранжевые и белые. Оранжевые персики, апельсины, красные ягоды, белые ваниль. Свечку верни. Вот они. Тоже очень любят оформители для всевозможных мероприятий. Так. Мы что-то еще про свечки будем рассказывать? Или уж заодно сюда загоним меня ароматические свечи покажем? Давай, пока мы остановимся на ароматических. Да, потому что мой дождь уже ничего. Я хочу узнать, дорогие наши подписчики и зрители канала, покупали ли вы у других производителей? Да, может быть, есть где-то лучше. Ароматические вещи. Как вам по... По качеству, по аромату. По ароматике. Делитесь, пожалуйста, комментарии вашими ощущениями. Все, у нас техника отказывается работать. Мы еще стоим, а техника уже все говорит, я устал. Ну вот. И в конце я хочу сказать, по статистике нас смотрят 80-90% людей, которые не подписаны на наш канал. Ставьте колокольчик. Кто не подписан на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Нажмите всего лишь одну кнопку, и вы тем самым на будущее себе обеспечите... Участие в розыгрышах наших. Интересные обзоры наше мнение. Эксперты. Не забываем про это. И стандартная процедура, о чем уже Дима сказал. Подписка, лайк, комментарии. Все. Все. Не, ну это не все. Просто уже третий дубль идет. У нас камера начала автоматически от перегрева выключаться. Камера устала. В общем, друзья, прощаемся, разбегаемся. Пишите комментарии. Не забывайте, пожалуйста, про это. На самом деле очень важно, потому что я люблю ароматические свечи, но не все могу их переносить за счет синтетических запахов. Вы уже поняли, пожалуйста. И давайте все вместе мы с вами придем к 100 тысячам.